Киберспорт Киберспорт это не только игры на компьютерах или на мобильных телефонах. Есть отдельный жанр, который развивается в основном на игровых консолях. Это спортивные симуляторы. Ярким представителем является FIFA. Самый известный и успешный футбольный симулятор в мире. Легендарные стадионы, именитые игроки, огромная армия болельщиков и все это на вашем экране. Не только самые сильные клубы Европы, но также и России считают своим долгом подписать FIFA к себе в состав. Однако не футболом единым живут спортивные симуляторы. NBA, NHL, гоночные симуляторы. Они все нашли свое место под солнцем. Возможно, они не настолько популярны, как Dota или Counter-Strike, но, возможно, именно эти дисциплины первыми войдут в список олимпийских видов спорта. Что из этого развивается в Белоруссии? Давайте разбираться. Коронавирус диагностирует у топовых киберспортсменов. Игрок состава FaceClan по CSGO Марсела Калдзера Давид заразился коронавирусом. Об этом его тиммейт Маркус Кирбай Кивью рассказал в интервью датскому спортивному каналу. Болезнь не помешала Калдзера успешно выступить на АМ Beijing Online 2020. В первом матче группы А его команда одолела OG со счетом 2-1, а сам бразилец закончил встречу с рейтингом 1-16. Это второй результат в команде после Хелвиса Броки Сауконса, который набрал рейтинг 1-27. Сможет ли Давид сыграть в будущих матчах команды или ему потребуется замена, руководство FaceClan не сообщило. А вот бывшему капитану состава Natus Vincere по CSGO Данилу Зевс-Сисленко болезнь помешала сыграть в шоу-матче Na'Vi 2010 против Project X. Информация об этом опубликована в официальной группе ВКонтакте Zews Cyber School. Киберспортсмен не сообщал о самочувствии, но его место занял Стефан Импала Айлазян. Калдзера и Зевс не первые профессиональные игроки в CSGO, которые сообщают о положительном тесте на коронавирус. Ранее такой же диагноз был подтвержден у Ильи Перфекта Залудского, Адама Фриберг Фриберга, Кристофера Геттрайт, Али Сунда и других киберспортсменов. В связи с этим еще раз напоминаем нашим зрителям о необходимости соблюдения масочного режима, гигиены рук и социальной дистанции. Дота-состав Немига Гейминг выступит во втором дивизионе онлайн-турнира Epic League. По итогу закрытых квалификаций Немига не смогли выйти из группового этапа в первый дивизион. Однако в квалификации последнего шанса прошли во второй дивизион. Матчи второго дивизиона пройдут с 11 ноября по 1 декабря. Стадия плей-офф для этого дивизиона назначена на период с 8 по 13 декабря. Призовой фонд второго дивизиона составляет 50 тысяч долларов. В Фортнайт сделали остров Джо Байдена с шестью мини-играми. Президентская гонка в США запомнилась необычными интеграциями в компьютерных играх. Например, член палаты представителей США от демократической партии Александрия Акасия Кортес сыграла в Among Us с популярными стримерами. Трансляцию посмотрело 440 тысяч зрителей. А штаб уже текущего президента США Джо Байдена выпустил особый остров Фортнайт. На кастомной карте Build Back Better with Biden создали приключение, рассчитанное на 20-30 минут. Игрокам доступны шесть мини-игр, среди них есть квесты по улучшению инфраструктуры и задания, связанные с Байденом и Камалой Харрис, новым госсекретарем. Например, построить новый исследовательский центр, установить 3-5G-вышки, восстановить реку, сделать завод более экологичным. Ранее штаб Байдена провел похожую интеграцию в игре Animal Crossing. Белорусская федерация киберспорта открыла регистрацию на Meta 20 Open по CSGO. Призовой фонд турнира Meta 20 Open составит 1500 долларов. Седьмой турнир серии Meta 20 будет посвящен популярному шутеру Counter-Strike. С 23 ноября по 1 декабря Белорусская федерация киберспорта проведет онлайн-квалификации, по итогам которых четыре сильнейших коллектива сыграют в финале турнира. Принять участие в отборочном туре могут все желающие вне зависимости от их уровня. Зарегистрироваться на чемпионат можно на сайте Белорусской федерации киберспорта. Не секрет, что в киберспорте мужчины или парни составляют абсолютное большинство зрителей и участников соревнований. Однако девушки тоже присутствуют. По статистике женский голос, будь то комментатором или стримером, всегда привлекает мужчин и всегда делает трансляцию более интересной, более насыщенной. Белорусская федерация киберспорта решила провести кастинг по выявлению или по набору как раз-таки девушек-комментаторов. И сегодня мы увидим, что получилось. Так, на миду, напали на мидоктора, дуэль, дуэль, выграно. И так, что вы думаете, что дальше, наверное, и спрейс, и распушку. Месяц назад в эфире Ясное ТВ мы объявили кастинг на ведущего. Нет, я не ухожу и меня не заменяют. Мне просто нужен помощник. Так вот, мы его провели и, наконец-то, пришло время показать, кто же этот счастливчик, кто будет вместе со мной вам показывать и рассказывать киберспорт. Давайте вместе поприветствуем Мария Шостакович. Привет! Всем привет! Маша, расскажи про себя что-нибудь так общее. И почему киберспорт? Привет, Витя. Я очень люблю компьютерные игры и игры казино. Но киберспорт почему? Потому что, наверное, это история маленькой девочки, которая росла со старшим братом, и у которых был один компьютер на двоих. Так как брат старший, мне хотелось играть в Sims 4, он хотел играть в FIFA, в Counter-Strike, в GTA V. Но он сильнее, он больше, и в основном общение с компьютером проходило так, что я просто смотрела, как он играет. И в какой-то момент это стало заходить. Мы стали играть по очереди, например, миссию он пройдет, миссию я. И уже в 2013 году, где-то это было так, да, мы скачали доту и стали по очереди играть. Затем пошел универ, свои дела, работа, все как-то стихло. И уже после окончания универа я снова покупаю компьютер, скачиваю доту. Брат быстренько забустил мой аккаунт до 2000, я его благополучно слила до 1000. Извини, секундочку. Забустить аккаунт, это значит, когда берут аккаунт друга, играют чаще и повышают рейтинг. Да, он повысил мой рейтинг, чтобы я могла нормально играть. Я, конечно же, его опять слила, но пытаюсь подняться. Вот, веду стримы по доте и играю. Ну вот, я хотел тебя спросить, в какие игры ты играешь, а ты взяла просто и рассказала все про себя. Да, хорошо. Хорошо, расскажи, пожалуйста, почему ты решила поучаствовать? Ну, кроме того, что ты любишь игры, почему тебя заинтересовала вот наш кастинг, наша передача? Расскажи. На самом деле, мне кажется, так просто карты сложились. Я не искала эту работу, я просто стримила доту, и один из моих подписчиков, который тоже вот живет в Беларуси, увидел вашу вакансию и скинул мне в личные сообщения и сказал, что, Маш, ну ты должна попробовать, тебя возьмут по-любому. И я подумала, что да, да, это очень интересно, это как раз то, чем я сейчас увлекаюсь, и есть шанс, есть большой шанс. Я попробовала, меня пригласили, я очень-очень рада. Спасибо большое, подписчик. Теперь у нас есть в команде квалифицированный дотер и прекрасный человек. Маша, добро пожаловать в команду. Надеюсь, что мы с тобой много классных репортажей, интервьюшек сделаем и покажем людям, всем, что киберспорт – это классно, и это спорт. Лига Легенд и Call of Duty Modern Warfare – самые влиятельные дисциплины киберспорта. Издательство eSports Observer составило рейтинг влиятельности киберспортивных игр на ПК за третью четверть 2020 года. В рейтинге представлены 15 дисциплин. По мнению журналистов, в списке Тир-1 оказались только Лига Легенд и Call of Duty Modern Warfare. CSGO и Dota 2 оказались среди дисциплин уровня Тир-2. Суд США отказал Google в переносе дела Epic Games на 2022 год. Google пыталась изменить дату судебного заседания против Epic Games и перенести его на 2022 год. Как и в случае с Apple, студия решила подать суд на Google после того, как Fortnite был удален из магазина Play Market. Причиной послужил новый способ оплаты, который позволил Epic обходить запреты Google и не платить 30% комиссию с мобильной версии игры. Epic утверждает, что Google, в отличие от Apple, допускает альтернативные способы загрузки приложений. Однако, по-прежнему подталкивает пользователей и разработчиков приложений к возврату на Google Play. Это означает, что избежать 30% платы практически невозможно. Стоит напомнить, что суд между Epic Games и Apple должен начаться в мае 2021 года. В сентябре юристы Google попросили отделить их дело и перенести его на 2022 год. Но суд отказал и оставил дату урегулирования споров, как есть. Electronic Arts разработала технологию принудительной рекламы и намерены внедрить ее в онлайн-игры. Заявка была подана еще в 2017 году, однако Американское бюро патентов опубликовало ее текст только в конце октября 2020. Electronic Arts намерена использовать технологию в основном в онлайн-играх, когда пользователю не нужно будет ничего делать, например, во время загрузочного экрана. Это уже не первый опыт EA с внедрением рекламы в свой продукт. Пользователи UFC 4 раскритиковали компанию за добавление баннеров сериала «Пацаны» спустя месяц с момента релиза файтинга. Проблемы EA повторили также издатели NBA 2021. Рекламу студия добавила после того, как журналисты разместили большинство рецензий, чтобы избежать негодования масс-медиа. Однако спустя несколько дней неотключаемые баннеры из баскетбольного симулятора убрали. Итак, у нас гость в эфире Роман Полоско, бывший FIFA РФК «Динамо-Брест», ныне менеджер FIFA составов. Ром, привет! Как дела, как настроение? Бывший менеджер тоже, так что уже больше года этого не является этим, поэтому... Ну, видишь, у меня супер устаревшая информация, теперь она обновленная, спасибо, что рассказал. Ром, рассказывай, вышла новая FIFA 21 каждый год, многие говорят, что одно и то же. Что ты скажешь, как профессионал в этом деле, как человек, который не первый год замужем, так сказать? Ну да, играю в FIFA я уже очень-очень давно, достал больше десятков версий, наверное. Каждый год выходит новая игра от канадцев, канадская контора выпускает FIFA. Вот. И как обычно, как обычно, наверное, это бывает, за вот эти 10, наверное, лет... Нет, больше все-таки версий сыграл, но приблизительно, если оценивать последние 10, наверное, версий FIFA, только два крупных обновления у нас было за это время. Вот. Поэтому, я не помню даже с какого года, наверное, с 16-го года мы не получаем больших обновлений. Обновляются лишь какие-то, добавляются мелкие фишки, добавляются больше каких-то ярких, интерфейсов, что-то для... для оформления там матчей больше, чем... чем влияющие на геймплей. Ну и геймплей просто... он меняется. Нельзя сказать, что он улучшается, он меняется просто. Вот. И очередная чипа вышла пару дней назад. Ну, уже успели, естественно, ее попробовать все, вот. Вот. Ничего большого, больших изменений никаких нету. Обновились, естественно, составы, обновились какие-то празднования голов, добавились мелкие-мелкие фишки в процесс самого геймплея, он немножко поменялся. То есть, ну, то есть, условно говоря, у нас есть пару, как сказать, приемов, условно говоря, в футболе. Это пас, удар, там, навес, дриблинг, что-нибудь такое. И обычно в одной версии фифы какой-то один из этих приемов является каким-то доминирующим. Если в прошлой типе, наверное, дриблинг больше всего решал, ну, наряду, наверное, с ударами, вот. А сейчас, мне кажется, все-таки больше у нас игра пас, вернулись навесы, потому что в прошлой типе вообще навеса никто не играл, потому что они ужасно работали и были малоэффективны. Вот. Сейчас вернулись навесы, ну, удары чуть-чуть эффективность, наверное, увеличилась. Говорю, главное, наверное, подсвет, дриблинг, ну, он чуть-чуть, наверное, даже ухудшился, условно говоря. Сейчас это не самое главное в этой версии. А также никаких больших нововведений нету, но я думаю, что никто и не ждал сейчас этого. Все ожидают, наверное, на следующий год, либо, может быть, нас внезапно порадуют все-таки с выходом новой консоли. Это будет в ноябре, что на новых консолях появится совершенно новая игра, какими-то большими новинками. Но я думаю, что вся надежда на осень следующего года, что что-то более глобальный тип появится и лучше. Супер! Прям такой развернутый, интересный ответ. Слушай, вот киберспорт в целом же развивается, и каждый год все больше и больше различных турниров, интересных в различных дисциплинах. Я вот слежу периодически тоже за разными дисциплинами, и у меня создается впечатление, что FIFA немножко как-то вот вдали от всего киберспорта. Понятно, что у нее есть турниры достаточно крупные, но их все равно меньше, и они как-то не так сильно освещаются. Как ты думаешь, что мешает FIFA стать действительно серьезной киберспортивной дисциплине, либо, может быть, у меня действительно какое-то предвзятое к ней отношение? Как вот ты думаешь, чего не хватает, либо это я просто не прав? Ну, я думаю, что ты прав отчасти. Да, все-таки FIFA отстает от многих дисциплин киберспортивных. Но я думаю, тут несколько факторов. Все-таки главный, наверное, фактор, я отмечу, не знаю, знаешь ли, не знаешь. У Electronic Arts монополия на проведение турниров. Никакие сторонние структуры не могут проводить турниры. По-моему, ограничение начинается с 5 тысяч долларов США. То есть, если призовой фонд турнира больше 5 тысяч, ну, его строго нельзя, вообще нельзя провести. Ну, то есть, если это не ей делать, тогда все, его нельзя провести. Можно проводить только вот до этого предела. Ну, а, соответственно, до 5 тысяч, я думаю, что мало кто каких-нибудь крупных турниров может собрать сейчас в современном мире. И вот, это первая причина. Ну, как бы суммы, на самом деле, не такие маленькие, насколько я знаю. В районе 3 миллионов, наверное, разыгрывается на главных турнирах по итогам года, раз в год. А так как здесь выигрыш, ну, личное первенство одного человека, то, я думаю, сумма не настолько отстает от каких-то даже крупных турниров все-таки по самым таким популярным кибердисциплинам, как Counter-Strike и Dota. Вот, поэтому суммы, в принципе, не настолько отстают. По освещаемости, наверное, да, все-таки она тоже отстает. И, опять же, тут, наверное, это все-таки связано с отставанием в маркетинге от eSports. Все-таки она как-то так не сильно, наверное, хочет... Не знаю, может быть, думает, что аудиторию невозможно расширить, потому что как-то не сильно приходят новые люди как-то фифу смотреть. Мне кажется, у нас в Беларуси как-то, мне кажется, тоже как-то заметно. Ну, окей, даже, наверное, такую точную штуку, что профессиональную фифу смотреть не так интересно, как, не знаю, просто развлечение какое-то. То есть, я думаю, что самые популярные ютуберы... Ну, не знаю, просто самые популярные люди в фифу, в основном, они не настолько профессионалы, чтобы заниматься там первые, даже не знаю, я думаю, что первую там пятидесятку, сотню лучших игроков в мире не входят. Самые популярные стримеры вот этих дисциплин. Поэтому профессиональную фифу смотреть не так интересно. Ну, и в том числе и потому, что она сингл-дисциплина, то есть, все-таки Counter-Strike и Dota — это командное взаимодействие, а здесь одиночная игра, и поэтому в том числе это не так интересно. Такой... Давай немножко покороче будет у меня вопрос, и ответ такой достаточно емкий, попробуем сделать. Повлияло бы на развитие фифы как дисциплины, если бы фифа стала игрой-сервисом, как Dota, как Counter-Strike и так далее, и тому подобное. Повлияло бы это на развитие? Да, если касаться финансовой части вообще фифы, то это отвратительная стратегия со всех сторон, мне кажется, потому что реально, чтобы, опять же, поддерживать какую-то профессиональную составляющую фифе, нужно вливать кучу денег. То есть, реально, я думаю, что даже за 100 долларов каждый год нормальные игроки покупают версию фифы, потому что она там чуть более плюшек, пару навалено. Ну, то есть, за 60-70 обычная версия есть, а за 100 можно набрать плюшек еще. И плюс начинают вбухивать каждый год кучу денег для того, чтобы собрать составы. То есть, я не знаю, там, уже смотрел составы некоторых российских, украинских профессиональных киберспортсменов, которые играют в фифу. То есть, ну, они уже повбухивали большие, огромные суммы денег на то, чтобы обновить состав. А вот игрушка вышла, словно говоря, две недели назад. Это, не знаю, откуда они берут деньги. Ну, то есть, я думаю, что у них есть какие-то контракты, в том числе с конторами, которые, ну, то есть, не дают им чистые деньги, а, наверное, вот эти, ну, у нас это называется, по-поинт. Вот, то есть, они им дают для того, чтобы они, ну, не знаю, в том числе создавали какой-то развлекательный контент, потому что тоже одно из самых, наверное, тоже удивительно, может быть, для вас будет звучать, одно из самых популярных, наверное, видео вообще для фифы, по фифе, это открытие вот этих пакетов с этой рулеткой, когда просто тебе выпадает рандомный игрок, а там все что угодно может выпасть. Вот, поэтому я считаю, что да, естественно, если бы у нас был, был, как, ну, да, я понял, в чем выражается игра как сервис, то есть, если бы все-таки так было, входной порог какой-то, мне кажется, даже на просцену был бы намного ниже, и я думаю, что в этом были бы заинтересованы больше людей, потому что реально, чтобы профессионально соревноваться с некоторыми, там, ну, даже на белорусской сцене, на самом деле, нужно, нужно вкладывать состав денег, немалое количество, и это, мне кажется, некоторых останавливает, ну, либо просто они не могут конкурировать. Много раз слышал жалобы от игроков, которые там не вкладывают деньги, а у нас там популярный режим Ultimate Team требует вложений, либо, ну, либо можно сидеть миллиард часов просто трейдить, у нас есть такой трейтинг, можно сказать, процесс, стоит зарабатывание, покупка дешевых карт, продажа дорогих, как акции на биржевых рынках. Да, Ром, и скажи, пожалуйста, есть будущее у FIFA, да или нет? Как у киберспортивной дисциплины, есть? Ну, да, есть, есть, конечно, она не умрет, она не умрет, но просто я думаю, что все-таки потенциал у нее должен быть больше, все-таки футбол самая популярная дисциплина, ну, вообще, самая популярная, не знаю, можно назвать и спорт, и игровой вид спорта, и, не знаю, я бы ее назвал все-таки как искусство, футбол, показ футбола, то есть, мне кажется, аудитория потенциально могла быть вообще сумасшедшая, просто, ну, это миллиарды людей, и, фу, вот могли бы играть намного больше людей, смотреть, а так как она, ну, не знаю, идет она не как-то, не такими шагами, наверное, как хотелось бы, а тут, не знаю, кто, возможно, отсутствие конкуренции, то есть у нас тут две, ну, две конторы, которые делают футбольный симулятор, но идут немножко разными путями, один создает симулятор, японская компания, а канадская компания создает аркаду, больше аркаду, в которой больше эффектности и всего такого, то есть все-таки его называть полноценным симулятором футбола тяжеловато порой. Да, спасибо, Ром, большое, спасибо тебе большое за связь, за то, что уделил нам время, желаем тебе здоровья в первую очередь, и надеемся, что в скором времени мы увидим тебя на уже международных поприщах, неважно в каком коллективе, будем за тебя болеть, и желаем тебе поскорейше найти свой новый дом в FIFA. Спасибо, я думаю, что да, у меня лучше получается в этом версии поиграть, может быть, что-то получится. Спасибо, пока-пока. В последние выходные октября состоялся турнир Мета-20 Open по FIFA 21, первый чемпионат сезона в дисциплине FIFA 21 в международном формате от Белорусской Федерации Киберспорта. 31 октября 16 игроков в онлайн-формате определили сильнейшего и разыграли призовой фонд в размере 500 долларов. Чемпионом Мета-20 Open стал игрок футбольного клуба Ашмяны БГУ ФК Белорус Константин Китько. Для него это первый кубок Мета. Ранее он дважды становился бронзовым призером турнира. Второе место занял Максим Дубинин. Третье досталось Богдану Витошкину. Если вам не нравится насилие в компьютерных играх, привейте вашему ребенку любовь к спортивным симуляторам. Они не менее интересны и увлекательны, чем другие киберспортивные дисциплины. Да, возможно, в Беларуси сейчас не так много турниров, но ведь для интернета нет границ. FIFA, например, очень популярна в Европе. NBA и NHL в Северной Америке. Турниры любительские, профессиональные никто же не отменял. Главное — хотеть победить, а остальное приложится. Если же предпочитаете смотреть старый добрый Counter-Strike, то спешу вас обрадовать. 6 декабря пройдет турнир Мета Open 20 по Counter-Strike Global Offensive. Будет, естественно, прямая трансляция на Ясное ТВ, и мы с вами погрузимся в европейские коллективы, которые будут рубиться между собой. Но если пропустите, то не переживайте. В любом случае, 20 декабря в субботу в 21.00 мы с вами встретимся в отчете в передаче «Ясно о киберспорте». Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok